я не знаю как вы но я уже такие мозоли натер этим джойстиком просто ужас действительно мир компьютерных игр настолько многообразен настолько увлекательно что однажды вот играть и все уже оторваться невозможно но на фоне этой насыщенной компьютерной жизни я думаю всегда можно найти полчасика утром чтобы посмотреть очередной выпуск программы дэнди новая реальность сегодня в нашей передаче украшения 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 ну наверно вы уже все прекрасно знаете разницу между восьми битными играми и 16 бит и знайте также что мы начинаем нашу передачу всегда с рассказа о дэнди ских играх о восьми битных картриджах и сегодня для вас приготовил очень интересный сюрприз я расскажу вам об игре ghosts and goblins так разучит по-английски довольно непривычно так сразу и не повторишь но по-русски это призраки и гоблины кто такие призраки я знаю вы наверно тоже а вот гоблины давайте посмотрим вместе ну кто из нас хотя бы однажды не мечтал окунуться страшное заброшенное средневековье век этак в 13 и насладиться теплой компанией всевозможных бурдалаков василисков и симпатичных живых мертвецов если вам такое соседство по душе тогда смело вставляйте эту игру в свою приставку вас ожидает такой ужас и холодок по спине который можно ощутить разве что перед контрольной работой или перед мытьем посуды зомби здесь в таинственном лесу растут буквально как грибы после так и тянет сказать после кровавого дождя как и всякие порядочные упыри они растопырют свои костлявые руки и тянутся к вашему горлу не теряйте самообладание бросайте в них разящие ножи запас их не ограничен и уворачивайтесь от назойливых стервятников кружащих прямо над головой в такой ситуации казалось бы не до денег но все таки если под ноги вам попадется мешок золотом прихватить его на всякий случай пригодится лучше всего у программистов получился звук летящих мечей до похоронная музычка которую вы не раз услышите за игру кстати собирая голубые доспехи остающиеся от покойников вы сможете изрядно повысить свою боевую мощь а значит и пройти дальше и увидеть больше я знаю чем заканчивается игра а вот вы нет вы еще не представляете с какими бездными ада вам придется встретиться сколько смертельных опасностей подстерегает вас под каждым кустом за каждым камнем все это у вас впереди ну что заинтриговал я вас классная игра чего говорить а сейчас обладатели 8-битных приставок пожалуйста пойдите поделать уроки уберите кровать и просто лягте поспать речь пойдет о 16-битных играх шутка конечно все из вас и те кто имеет деньги и те кто уже купил себе sego все будут смотреть с удовольствием наш следующий сюжет потому что это будет рассказ об игре недавно появившийся продажи в торговой сети дэнди называется она по-английски опять же давайте договоримся мы все время будем называть его сначала по-английски причем правильно по-английски уже знаете вы говорят там есть такая игра золотой топор вы знаете golden x как вы только называют golden ахи golden x и golden в общем ужас слушать невозможно будем правильно говорить по-английски название игры а потом будем пытаться переводить название на русский так вот саптеррение так называется игра которая сейчас вам хочу показать сам приставка которая означает под а террение это земля или какая-то земляная область вот саптеррение это наверное подземное царство и так sega mega drive 2 16 бит подземное царство на далекой планете в закутке неизвестной галактике коварные инопланетяне захватили экспедицию землян и не хотят отпускать делать нечего придется вам взяться покрепче за свой джойстик и освобождать сопланетников из лютого плена дело происходит в глубоком подземелье где и кислорода не хватает и патроны для лазера дефицит из дефицитов по нашей терминологии игра с субтеррания ничто иное как самая настоящая стрелялка пулялка кнопка а на вашем пульсе будет дымиться она самая главная но есть и свои проблемы главное приловчиться к системе управления вашей капсулой полностью имитирующий реальный космический корабль это вам не восьмибитная плоскостная графика как бы ни поворачивался ваш челнок право это всегда право а лево всегда лево соберите в кулак всю отведенную вам природой координацию движений вовремя соображайте где право а где лево иначе конец ни людей не спасете не сами не выберитесь живыми маленькие хитрости для тех кто всерьез решил пройти игру до конца внимательно следите за состоянием вашего защитного слоя отслеживайте наличие кислорода и боеприпасов чуть завидев подозрительную расщелину или впадину сразу устремляйтесь туда там в чудовищной пустоте и глубине ждут ваши руки товарищи по несчастью фантастическая атмосфера игры под стать не менее фантастической графики 16-битный сеговский процессор старается изо всех сил поддерживая колоритные фона имитируя сочные взрывы и спецэффекты касание стенок подземелья до обидного быстро отнимает энергию так что смотрите под ноги то есть под фюзеляж а музыка и шумы просто прелесть и вот в тот самый момент когда казалось бы все в ваших руках и помешать спасению родственников может только чудо такое чудо-юдо является в самый неподходящий момент она страшенны и омерзительная и огромная она не таракан какой-нибудь которого хлопнешь тапком и готово дело на сокрушение этого змееголового урода у вас уйдут все патроны и весь кислород самое главное не терять надежды и посильнее тыкать кнопки на вашем пульте терпение и труд все перетрут этой русской пословицы вовсю пользовались программисты игры subterranean когда строили все это бесконечное подземное царство где в плену стонут и плачут ваши соплеменники земляне спасти их не может не господь бог не даже слоненок дэнди это должны сделать вы больше некому вперед навстречу мраку и победе ходят тут всякие слоны с микрофонами знаете куда направился дэнди нет я знаю он пошел в магазин чтобы проверить как там обстановка отправимся за ним лишь только прозвучит школьный звонок означающий конец последнего урока как толпы подростков из соседних школ что около магазина на красной пресне стекаются сюда кто просто поглазеть а кто и купить что-нибудь для себя поднимите руки у кого есть приставка у кого из вас приставка дэнди у тебя какая у меня приставка ну такая обычная и как это китайская какой бы хотел купить картридж какой-то он про драки там вот до конь боевик такой про драки вообще вы так любите больше где дерутся до игры он ли приключения любим лабиринт и к супер конту там боевички а вот о чем мечтаете вот что вы хотели вот из компьютерных игр иметь дома у себя я бы сегу хотел сегу 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 ну а мне скоро купить сегу а знаете вы что кроме сеги есть еще более фантастические приставки вот что-нибудь они слышали на втором этаже они есть там за полтора миллиона тому типа мультика и фильмов как большая компьютерная графика вы играете пока на дэнди но с мечтой не расстаетесь да да конечно а много времени отнимает в общем уроки остается остается естественно домой там поиграю а потом уже там уроки сажу делать вот родители отгоняют вообще от приставка нет так не сделал то конечно отгоняют а если сделал то пожалуйста играй хоть до ночи до до вечера ну ладно смотрите можете и купите не может быть а точно купит но кстати не только детвора оккупирует местные прилавки вы зачем сюда пришли сейчас а вот дэнди купить себе что ли нет а кому внук сколько внуку лет сколько 14 вы по какому-то поводу покупаете или просто вы нам пришло в голову и вы пришли покупать нет но покупаю как подарок день рождения когда день рождения в октябре как-то так заранее решили покупать заранее решили купить пришла посмотреть но цены вас не пугают нет а цены не пугают вас не знаю цены вот я смотрю цены все пришла посмотреть но чтобы вам купить внуку подарок вам нужно примерно так где-то набрать 80 тысяч примерно да вы можете позвольте как-нибудь да не как-нибудь а с большим удовольствием но главное в восторге от покупки бабушки с внуком не забыть сделать одну очень важное дело волшебный миг настал и наконец приставка куплена ее приносят домой и что нужно обязательно сделать ну кроме того чтобы ее распечатать и подключить обязательно нужно сделать заполнить регистрационную регистрационную карту которая находится в комплекте дэнди вот эта карта представляет собой гранит талон который выполняется указывается фамилия адрес покупателя и отсылается по адресу москва 34 деньги 119034 для чего нужно сделать это нужно сделать для того чтобы получать бесплатные каталоги которые будут приходить вам по вашему адресу и в которых рассказано о наших фирменных приставках и о наших играх я готов спорить что вы не знаете и наши зрители тоже очень догадываться о том что наша программа придумала еще одно применением этим регистрационным карточкам об этом в нашей следующей передаче мы получаем огромное количество писем с правильными и еще большее количество писем с неправильными ответами на вопрос наших викторин и в нашей сегодняшней передаче снова викторина ручка бумага готовы тогда за работу первый вопрос сколько раз вы встречаетесь с королем уток в игре batman returns batman возвращается сколько изумрудов в английский emeralds вы должны собрать в игре соник и третий вопрос возьмите в руки приставку дэнди и внимательно посмотрите на нее со всех сторон а потом напишите нам сколько приставки дэнди вентиляционных дырчик друзья мои все эти призы ждут вас удачи нашу передачу поступает очень много писем с вопросами с пожеланиями с просьбами и так далее но поступает также много телефонных звонков друзья мои дорогие еще раз напоминаю телефон который вы видите в конце нашей передачи это телефон агентство 40 видео это для взрослых дядек и тетек которые хотят сделать себе рекламу качественно и хорошо а для вас лучший способ уверяю вас это письма письма доходит сто процентов а телефон у нас вечно занят о удивительно кто-то все-таки прозвонился это если не ошибаюсь такой белый шар да хорошо мы ответим на этот вопрос нашей передачи смотри внимательно пока когда у вас возникают проблемы не стесняйтесь пишите письма и на помощь вам придет денис привет денис привет вас сегодня опять для вас работа нашлась каждый раз наши зрители пишут нам с просьбами объяснить как играть ту или иную игру чуть никто не получается это не получается ну как обычно знаете у вас такой тоже был на когда вы еще только начинали был была ситуация когда хотелось все бросить там оторвать джойстик до выкинуть его окно у тебя был такой да и ломать как я выбил и бил и кидал карты все серьезно это какой игрой как все был из batman return майкл джон до тепла ребенок да почему-то потому что у меня были единственные две игры и ты хотел их разбить из даже не получил но потом я все получилось и они остались живы слава богу да вот такой штат попадает наши зрители например вот сегодня нам позвонил один парень лет 10 11 так папа голоса не знаю сколько ему лет и скажу что не вот есть игра rocket night знаете приключение ракетных рыцарей спрашивал как пройти главного врага там какой-то шар такой и как его пойти ну там значит шаре вот у него со всех сторон есть отверстие и оттуда периодически за разных мест вылезает красный маленький шарик вот его нужно в него стрелять и все в этот шарик вот в этой маленький шарики для краски именно в них и и он будет стрелять сам шар большой будет стоять разными оружиями нужно уворачиваться и стоять вот маленький шар определенное количество раз и все давай мы дадим тебе пульт и ты нам покажешь когда делать окей и же вставляем rocket night причем система кодов проникаем в последний уровень вот вот главный и так значит вот вот высовывается шарик запрыгаем и стеляем вот здесь уворачиваемся кто даже на оружие на кидается вот опять шарик снизу пока свет там сложнее подкрыгнуть вот он теперь пальцами начинает кидаться поаплодируем саша молодец давай день с тобой похлопаем молодец и так это значит с этим мы разобрались понятно да как убивать главного врага понятно дальше что у вас есть из ваших секретов которым вы готовы были поделиться с нашими зрителями например batman 1 очень популярная игра на для дэнди есть там что-нибудь такой интересный там есть знаешь пока посовещайся пока найду подходить сокращать вот первом уровне да так секунду вот я нашел бэтмен доставляем не надо показывать зрителям как мы оставлять не надо они же знать мы выжимать их тут у нас мало осталось держит у нас есть такая возможность сократить путь есть отверстие которое можно пролезть минуя всех противников с помощью кнопки б кнопки б б и вверх и кнопка б и он цепляется за и он цепляется за стенами выбирается выбирается противник сэкономить на этом жизнь о целую жизнь я не думаю что кто-нибудь из наших телезрителей этот секрет знал теперь знаете хорошо теперь давайте обратимся к игре который я много читал и много слышал который называется лемминги кто такие лемминги вы знаете маленькие жители даже очень на острове они постоянно что-то любят строить либо ломать копать ну как водить как наш народ в общем он любит убрать ломать разводить собирать но дело в том что это не люди вы знаете это крыса таки маленькие грызуны лемминги это грызуны да и просто дело в том что вот их не так видно на 8-битной картинке невозможно понять что это маленькие человечки или или маленькие крыски да но я вам сообщаю вам и вам по секрету это крысы давайте мы вставим сейчас ставим сейчас до начала выключить потом вынуть кадры для меня уже просто как как очень наш и вперед до в леммингах секрет какой на голову на ум приходит да вот есть мы столкнулись одну проблему второму уровню сашка двоем что давно делал был тем не менее для вас то что для вас давно для некоторых только только сейчас начинается ну и что с проблемой там есть несколько колонн и вот они шагают по этим колоннам стройными рядами да там они срываются с них и падают и разбиваются на долго думали что же делал чтобы они не разбились оказывается нижнем углу экрана есть несколько концов них показаны действия которых мы возможно выполнять на данном уровне это мы разглядели что они могут здесь использовать 10 зонтиков что соответствует вести крысы мы раздали эти зонтики и они благополучно спустились и вышли с этого уровня если вы так спасли жизнь многим жителям этой маленькой планеты сами догадались или где-то прочитали или услышали вот методом тыка так все время пробовали то себе 50 даже логично да и вот и какое ощущение когда вдруг оба я захотелось посмотреть следующего я есть получилось да вообще как когда да когда пройдешь какую-то не уже загадкой она получается конечно большое удовольствие окей и это значит нас были секреты из 2 8 битных игр и 1 16 битный тогда еще один вопрос это уже от меня лично совсем недавно мне в руки попал это замечательный картридж который называется возвращение бэтмена либо его возвращается у нас уже не так много времени осталось возвращение бэтмена